с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 12 марта день работника уголовной исполнительной системы россии все началось в этот день в 1879 году когда российский император александр 2 издает указ о создании тюремного департамента он и положил начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в россии название пугающее но как говорят у нас стране от тюрьмы и сумы не зарекайся появились на свет 1737 году василий баженов русский архитектор один из основоположников национального классицизма когда он учился во франции никто иной как людовик 15 предложил ему место придворного художника баженов отказался многое задуманного им осуществить так и не удалось частности знаменитый большой кремлевский дворец прекрасный ансамбль в царицыно он просто не устроил императрицу это острог а не дворец сломать он и до основания построил правда дом пашкова в москве архитектор бренна достраивал начатый баженово-михайловский дворец в петербурге 1863 год владимир иванович вернацкий приходит в этот мир русский ученый основоположник геохимии биогеохимии радиогеологии создатель учения о биосфере ее эволюции и преобразований под воздействием человека в ноосферу сферу разума зураб саткилава родился в 1937 году грузинский певец народный артист ссср исполнитель лирико-драматических партий в грузинском национальном театре оперы и балета затем в большом театре тенор григорий горин родился в 1940 году писатель сатирик драматург и сценарист блестящий сатирик 20 века горин автор оригинальных сюжетов мастер тонкого юмора и талантливый драматург и сценарист почти все пьесы горина тиль поминальная молитва забыть герастрата чума на оба ваши дома шут балакирев с успехом шли на сцене и собирают аншлаги до сих пор теперь события этого дня 1714 год императором петром первым издается указ об открытии циферных школ для обучения малых ребятах из разных чинов циферной школы назывался открытый в 1701 году один из подготовительных классов школы математических и навигацких наук москве в котором учили счету и началом арифметики для детей духовенства обучение в этих школах было просто обязательным нежелающим учиться грозила военная служба или податное состояние юношам не окончившим курса циферной школы даже не должно было даваться разрешение на вступление в брак 1854 год заключен константинопольский союзный договор это военный союз великобритании франции турции против кого против россии эти страны должны были направить в помощь султану морские сухопутные силы а по окончании войны вывести свои войска с территории османской империи в свою очередь султан обязался не заключать сепаратный мир с россией договор включал иные условия после его подписания франция великобритания вступили в войну с россией 1899 год состоялся первый в нашей стране международный хоккейный матч это произошло в петербурге у тучкова моста прямо на льду малой невы играла отечественная команда с неприхотливым названием спорт и сборной англичан проживавших в российской столице кстати ничья 44 а в 1974 году происходит посадка спускаемого аппарата автоматической космической станции марс 6 на поверхность планеты 12 марта спускаемый аппарат входит в атмосферу выпускает парашют и начинает передавать первые данные однако через 150 секунд связь с ним прервалась а в 2014 место приземления удалось обнаружить но вот что самим аппаратом 2011 год на японской аэс фокусима-1 пострадавший в результате землетрясения происходит взрыв уровень радиации возле станции превышает норму в 20 раз ну и самое последнее 1946 год рождается лайзе миннелли американская киноактриса и певица она была уже состоявшейся актрисой когда впервые получила признание критиков за роли в фильмах но еще в 17 лет талантливая девушка уже выступала вместе со своей матерью в лондонском палладиуме а мировой суперзвездой она станет после экранизации бродвейского мюзикла к барр эта работа стала одним из восьми фильмов которые были удостоены чести быть сохраненными для будущих поколений а еще она была в центре всевозможных скандалов и дрязг но как же без этого звезда помню был на ее концерте в москве каждую песню она исполняла как последнюю наверное талантливый человек просто не может по-другому сцена это жизнь это был николай пивненко в проекте дата а